У каждого, кто пришел сегодня к мемориалу, посвященному жертвам политических репрессий, своя семейная история, как часть истории общей. В этот январский день 1919 года появилась закрытая директива, которая начиналась со слов ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно. Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. Директиву подписал председатель Центрального исполнительного комитета партии большевиков Яков Свердлов. Средний казачий класс в ней приписывалось взять под контроль, чтобы не допустить антисоветских выступлений. Методы не оговаривались, но в семьях сохранились воспоминания о том, как арестовывали женщин и детей, фактически брали в заложники. Семьи старались содержать это самое все в тайне. Повысылали почти всех туда, в Забайкаль, в Бурятию, в Тайгу, в леса. Приходили ночью, арестовывали, забирали, в машину высадили на пояс и вперед. Это началось еще в 2018-2019 году, вот это 21-й год. Уже 16 марта спустя три месяца репрессивную директиву отменили. Однако гражданская война была уже давно в разгаре. По словам Владимира Мостовского, как минимум 8 его родственников, близких и дальних, погибли, сражаясь на стороне белых. Согласно документам особой следственной комиссии при армии Деникина, за 1918 и 1919 годы на Дону, Кубани и Ставрополье большевики расстреляли более 5,5 тысяч казаков и членовых семей. Но эта цифра не учитывает число тех, кто погиб в пути или уже в ссылке, просто пропал в без вести. При этом за тот же период, только на Дону, белогвардейцами из армии атамана Краснова было расстреляно, по разным данным, от 25 до 50 тысяч красных казаков. Первые казачьи части в СССР начали формировать лишь в 1937 году. До этого политика в отношении казачьего сословия была жесткой, вплоть до арестов и расстрелов. Общего числа жертв политических репрессий среди казаков сегодня не берется назвать никто. На митинге прозвучала цифра 3 миллиона. Сегодня как никогда вы должны сплотиться вокруг именно атамана, кубанского войска, ваших атаманов. Сегодня наше казачество крепнет как никогда. Правительство сегодня обращает внимание на все преференции, дает казакам, для развития казачества и землю. И сегодня дается все возможное для того, чтобы помнили, чтили память о тех, кто погиб как в период этот тяжелейший, так и в годы Великой Отечественной войны. В традициях казачества сегодня уважение к старшим, любовь к родине, любовь к ближнему. И посмотрите сегодня по Анапе, где любое мероприятие, которое бы сегодня не проводилось, не обязательно присутствует казачество и уважаемые казаки. Власти как на местном, так и на краевом уровне сегодня видят в казачестве с одной стороны один из важных символов Кубани, с другой нравственный стержень и пример для всех ее жителей. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.